Прошедший 2019 год для Колпашевского района характеризуется незначительным снижением уровня преступности. Об этом колпашевские полицейские доложили на совещании, посвященном результатам оперативно-служебной деятельности за минувшие 12 месяцев. На собрании присутствовал личный состав районного отдела МВД. Начальник штаба областного управления МВД Татьяна Боровских, руководитель территориального ведомства Сергей Жуковский, председатель Колпашевского городского суда Александр Пойда, городской прокурор Виктор Русаков, первый заместитель главы района Антон Агеев, а также представитель общественного совета полиции. На началось оперативное совещание с поощрением лучших сотрудников. Приказом начальника МВД благодарности за исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в оперативно-служебной деятельности объявлены оперуполномоченному Артему Карташеву и дознавателям Светлане Кашовкиной и Ольге Томиной. Благодарственное письмо за активное участие в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности вручено народному дружиннику Илье Константиновичу Шушакову. Первым с докладом выступил заместитель начальника отдела МВД по Колпашевскому району Дмитрий Олимпиев. За прошедшие 12 месяцев в районный отдел полиции поступило чуть более 6000 заявлений и сообщений о происшествиях. По результатам их рассмотрения в 682 случаях принято решение о возбуждении уголовного дела, что меньше на 2% к уровню 2018 года. Колпашевским полицейским удалось снизить количество преступлений, совершенных в общественных местах. При этом наблюдается рост правонарушений на улице, а связано это с выявлением фактов повторного управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Всего в 2019 году выявлено 50 случаев повторной езды в нетрезвом виде. За отчетный период в МВД России по Колпашевскому району зарегистрировано 124 тяжких и особо тяжких преступлений. В аналогичном периоде данный показатель составлял 110 преступлений. Снизилась регистрация умышленных убийств и грабежей, уменьшилось количество краж. В то же время полицейских вызывает обеспокоенность, участившиеся случаи незаконных порубок. Из 23 выявленных фактов большинство не раскрыты. Проблема наркозависимости населения Колпашевского района остается по-прежнему актуальной и требует постоянного контроля. В то же время, по словам Дмитрия Олимпиева, у подразделения по борьбе с наркотиками в 2019 году отмечается снижение эффективности деятельности, направленной на выявление раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Одним из факторов, влияющих на криминогенную обстановку в нашем районе, является уровень алкоголизации населения. По статистике, почти каждое второе преступление из числа расследованных уголовных дел совершено лицом, находившимся под градусом. По-прежнему остается напряженная ситуация в сфере мошенничества, несмотря на то, что правоохранительные органы ведут серьезную профилактическую работу с населением. В 2019 году зарегистрировано 66 фактов мошеннических действий, из них раскрыто чуть более половины. В 2019 году наблюдается рост подростковой преступности. 28 несовершеннолетних совершили 31 преступление. Дмитрий Олимпиев указал на улучшение результативности работы в сфере обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции. Так, за прошедшие 12 месяцев выявлено 15 преступлений. Городской прокурор Виктор Русаков поблагодарил коллектив Калпашевского отдела полиции за слаженную и стабильную совместную работу. В течение года вами проделана большая работа, она, безусловно, дает определенный повод для гордости. Как правильно сказал Дмитрий Олегович, краше всего и ярче всего характеризует безопасность на территории отдельно взятого муниципального образования. Наверное, вот это чувство безопасности, которое у тебя либо есть, либо его нет в тот момент, когда ты идешь по улицам родного города. И на сегодняшний день, скажем прямо, чувство безопасности, оно присутствует. Однако, не обошлось без замечаний. Тех проблем, которые можно было бы назвать системными, в полном смысле этого слова, на территории Калпашевского района немного, но вместе с тем отдельные направления вызывают серьезные беспокойства и дают нам серьезный повод для глубокого анализа. В частности, такие актуальные вопросы, как методика расследования и предупреждения так называемых киберпреступлений, которые из года в год приобретают все более устрашающие масштабы, от них страдают самые незащищенные, как правило, слои населения. Председатель городского суда Александр Пойде в очередной раз обратил внимание полицейских на системные ошибки, которые возникают в частности при составлении протоколов по линии Кодекса административных правонарушений. Чтобы устранить их, председатель городского суда намерен провести с полицейскими рабочее совещание. Мы с вами проведем это рабочее совещание и в начале года запланируем и с теми подразделениями, кто занимается особенно, выявляет правонарушения, работает по кодексу административного судопроизводства, это административный надзор, вы знаете, непосредственно мы с вами взаимодействуем. И вот эти вот ошибки мы с вами обговорим. Другие причины возникновения недостатков оперативно-служебной деятельности были вынесены на обсуждение. В закрытом режиме.